Привет, друзья. Вот такой вот мне ноутбук дали. Мой товарищ Виталик говорит, что что-то у него зарядка, то работает, то не работает. То есть попросил, чтобы говорит Аурел, посмотри, пожалуйста, что можно сделать. Надоело. Но я вижу уже, что эту зарядку кто-то ремонтировал. Здесь видны следы ремонта. Чтобы не отнимать ваше время, я сразу покажу, что у меня получилось. Как видите, штекер очень похож на оригинальный и, в принципе, если не присматриваться, никогда не скажут, что он был в ремонте. Но при детальном рассмотрении, конечно, видны следы ремонта, а именно следы клея, которые я даже подкрасил немножко черным маркером, для того, чтобы желтый клей не сильно контрастировал с черным кожухом штекера. Если интересно, как я это сделал, смотрите данный ролик до конца. Давайте включим и посмотрим, что здесь. По идее, тут есть индикатор повар, он должен загореться. Ну, видим, что ничего этого не происходит. Предполагаю, что где-то оборван провод. Раз он говорит, что он работает, то не работает, значит, скорее всего, сам блок питания, то есть электроника, его работает хорошо, а обрыв провода. Чаще всего, как правило, в этих блоках питания и случается обрыв провода. Но уж очень любят люди брать с собой ноутбук в кровать и постоянно перетягивать. Как правило, он перебивается, в большинстве случаев, где-то вот здесь, возле штекера. Также он может еще перебиться и здесь, если его часто собирают, сильно натягивать. То есть, если вы будете собирать провод для ноутбука, собирайте его вот так, только потом закручивать. То есть, не натягивайте, потому что здесь он под очень маленьким радиусом угибается. И он, естественно, что здесь со временем переломается. Он уже здесь как-то выглядит даже не очень интересно. То есть, похоже, что еще немного, и он и здесь перебьется. Вот, сейчас он вроде работает, то есть, горит этот индикатор. Ну, где он тут может быть перебит? Ну, давайте его подергаем сначала вот из самого блока питания, и посмотрим, где ни за что. Все-таки не здесь перебить. То есть, как видите, все работает. Так, ну а теперь, где-то вот либо тут, либо штекера. Вполне возможно, что у этого компьютера само гнездо в плате раздолбано. Давайте убедимся в этом. Для этого проверим, что все-таки не блок питания у нас гручат. Сейчас мы тестером померяем напряжение. Посмотрим, как оно прыгает при подергивании штекера. Вот блок питания, переключил на вольты. 18 вольт. Но здесь все-таки штекер перебит. Точнее, не штекер, а провод. А вот в каком месте, это будет интересно. Но, скорее всего, что это именно в штекере. То есть, если я здесь все зажму, чтоб не двигалось. Попробую чуть штекер похватить. Да, похоже, что это действительно штекер. Вот я его чуть-чуть натянул. Напряжение появляется. То есть, это действительно проблема есть такая. Но проблема не в том, что блок питания плохо сконструирована. Проблема в том, что народ пользуется ноутбуком, таскает его постоянно. То есть, вот так вот он его оттягивает. Естественно, что со временем этот штекер отвалится. Особенно, когда его берешь с собой в кровать, тянешь его постоянно туда-сюда. То есть, естественно, что долго это все не протянет. Итак, будем это все ремонтировать. Но мне бы хотелось как-то это сделать таким образом, чтобы следов ремонта не осталось. Либо чтобы следы были минимальны. Я планирую снять вот этот вот кожух резиновый. Снять вот этот штекер. И потом посмотрим. Скорее всего, что если я вот здесь где-то его запаяю, то естественно, что у меня рядом будет вот этот вот фильтр. И еще быстрее штекер оторвется. Я планирую либо этот фильтр сдвинуть немножко. Но скорее всего так и будет. Ну и попробуем разобрать этот штекер. Сначала выключим его из розетки. Выключил его из розетки. Попытаемся его сейчас вытянуть. Вот он вытягивается. Ну и вот центральная желтка здесь как будто даже не было запаяна. Видите? То есть я даже не вижу там следов припоя. Теперь нужно как-то переместить вот этот вот фильтр. В принципе, можно было бы, наверное, без фильтра это все сделать. То есть он и так, по идее, должен работать. Но этот фильтр все-таки защищает от высокочастотных помех. То есть он что-то сглаживает. Поэтому попробуем его сместить вниз. То есть что я делаю? Вот эта резиновая деталь, которая заставляет провод сгибаться под большим радиусом, то есть при нагрузках, она как бы склеена с проводом. Я сейчас пытаюсь вот этот клеевый слой нарушить. Она не то, что склеена, она спаяна, так будет правильно сказать. То есть это идет, наверное, литье на сам провод. Он за счет этого держится. Сейчас я попытаюсь его немножко продавить. У меня не очень получается. Вот я уже вытянул изоляцию из него. Ну ладно, мы его сняли. Тут мы игрались. Отрежем этот кусок, потому что я там что-то в середине где-то нарушил. Так, а тут, кстати, все очень и очень интересно. Это я только что обратил внимание. В начале ролика вы видели, что провод был доработан, ну, само зарядное устройство. Как мне сказал сам Виталик, что он, ну, у него тоже этот компьютер сломался, он дал ребятам, и они, в общем, подобрали какой-то штекер, перепаяли, и компьютер, в общем, заработал, но ненадолго, как говорит, две недели поработал и сдох. Ну хорошо, и он уже как бы не хочет относить, и как бы дал его мне посмотреть. И я сейчас, когда отрезал вот этот кусочек провода, я совершенно случайно обратил внимание на следующую вещь. Вот посмотрите провод от блока питания, да, вот именно на его сечение. То есть, обратите внимание, что здесь идет вот экран, да, оплетка, то есть тоже из довольно толстого. И центральность жила, то есть, ну, сечением где-то примерно один квадратный миллиметр. Ну, может немножко меньше, но достаточно большого сечения. И обратите внимание на то, что сделали ребята. Они нашли какой-то штекер, то есть, да, вот с этой стороны, вот этот же провод. Но они что сделали? Они нашли какой-то штекер, который заходил в гнездо ноутбука и просто подпаяли провода. То есть сделали все очень и очень глупо. Потому что вот эти провода, которые были на том штекере, они сечение, не знаю, раза в три, наверное, меньше. Здесь максимум 25 квадратных миллиметров. По блоку питания он шурует примерно 3-4 ампера. То есть, естественно, что для такого, ну, провода слабенького. Но он долго бы не протянул. Естественно, что он грелся. У меня возможно, что он даже здесь где-то и отпаялся из-за того, что он сильно нагревался. Поэтому не делайте так. Это пример как бы неправильно выполненного ремонта. То есть, ребята, которые поставили, они вообще не парились, как это будет работать дальше. Ну, что, естественно, привело к своим результатам. То есть, парень, Виталик, он говорит, что нет, к этим ребятам уже больше не пойду. Ну, его нафиг, что это за ремонт. Две недели протянул и все. Ну, понятно, что даже не в том дело, что по ним большой ток идет и они перегорят. Да, в том дело, что они даже меньше посещения, они менее прочные там на разрыв. А для ноутбука, особенно если с ним неаккуратно обращаются, ну, если бы аккуратно с ним обращались, то у него бы и родной бы штекер не сдох. То кабель должен быть крепкий. Дальше я планирую высверлить отсюда все внутренности, но высверлить таким образом, чтобы диаметр отверстия был немножко меньше диаметра этого провода, чтобы фильтр одевался туго, плотно, ну, чтобы была такая прессовая посадка, если ее можно так назвать. Самим штекером я бы поступил следующим образом. Я бы зачистил бы, спаял бы, ну и сделал бандаж, как я это делал в видео про наушники. Кстати, ссылка на видео про наушники будет в конце этого ролика, тоже можете посмотреть. Но в данном случае я хочу для Виталика максимально сохранить внешний облик вот этого устройства, чтобы он выглядел красиво и нетронутым. Как я это планирую сделать? Ну, я планирую высверлить отсюда опять же этот хвостовик, выпустить провод, припаять все. Дальше опять же нанести клеем, либо каким-то другим способом, не знаю, ну, наверное, клеем, потому что по-другому больше не знаю, что можно придумать. Обратно поставить вот этот вот кожух. Ну, я надеюсь, что он будет служить долго и счастливо. Поехали! Субтитры сделал DimaTorzok В общем, что я сейчас сделал, я взял и очистил от изоляции старого провода вот эти детали, то есть это фильтр и крышка штекера. Значит пробую продеть фильтр, для того чтобы легче продеть можно сделать такой срез, наискось, ну и проворачиваем. Хорошо все получилось, плотненько заходит, но чтобы легче заходило, надо немножко намочить шнур, использовать водичку. Ура, друзья, не знаю уже с какой попытки, наверное с попытки пятой, я все таки проделал его, и это хорошо, то есть он будет очень крепко держаться, он и так уже достаточно крепко держится. Что я делал, я пытался продевать, у меня не получалось, я немножко снова рассверливал, то есть дело в том, что когда сверло проходит, оно не снимает полностью все остатки старой изоляции, и получается, что он очень туго проходит. Я вот так по чуть-чуть рассверливал, мочил его, и вот он у меня все таки прошел. Как видите, он достаточно хорошо держится, в принципе, его можно даже не заморачиваться и не клеить клеем, он никуда не убежит. Ну и теперь попробуем все это сделать с этим вот кожухом. тоже не все так гладко, как хотелось бы. О, боже. Попытка номер два. Попытка номер два. Все. Ура. Я его проделал, и он тоже сидит очень и очень плотно. То есть я его сейчас зачищу, припаяю, проверю как он работает, потом все это посажу на клей, он будет держаться очень и очень хорошо. Так, но я когда выпаивал, я сделал глупость, я не посмотрел, где у него здесь плюс или минус у данного блока питания. Насколько я предполагаю, плюс внутри, минус снаружи, но это стоит проверить. Вот, я взял блок питания, и в принципе я нашел информацию на самом блоке питания. Так, вот этот кусок провода, который я мучил, я отрежу. Умеряем, как это будет. Где-то вот так. Это нужно здесь отрезать и зачистить. Вот, и так. Так. Владимир здесь очень быстро, потому что может поплыть пластмасса. Мы пытаемся теперь припаять, но для начала возьмем кусочек кембрика. Хотя в качестве кембрика я использую изоляцию данного провода, попробую использовать по крайней мере. Добавляем кусочек кембрика. Добавляем кусочек кембрика. Включаем наш ноутбук и убеждаемся, что работает. Сейчас загорелась, все хорошо, даже если я подергаю провода, то он не перестанет гореть. Проблема была в кабеле, но мне сейчас не нравится, здесь все торчит. Я попробую это все исправить и заклеить уже этот штекер. Я сейчас просто убедился, что все работает, но в любом случае я этот штекер сниму. Вот мы все примерили, убедились, что компьютер работает, что проблема была именно в штекере, то есть именно здесь провод перебит или где-то в другом месте. И после примерки выяснилось несколько моментов. Во-первых, сама изоляция от этого провода немножко отходит, то есть она двигается. То есть если я просто приклеиваю вот этот кожух, как я планировал, нанести немножко клея, задвинуть кожух, то в любом случае я смогу кожух отодвинуть за счет того, что у меня вот эта изоляция двигается. То есть, наверное, придется мне еще нанести вот сюда вот клей и потом задвинуть изоляцию, то есть склеить. Это первый момент, а второй момент, но это сам вот этот вот кембрик. То есть он здесь получился слишком короткий, потому что вот в этом вот месте очень близко, ну, получается оголенные участки, то есть в принципе можно замкнуть со временем, если его будут дергать, то он перетрется. То есть я планирую поставить какой-то нормальный кусочек кембрика, чуть-чуть подлиннее. Так, ну и третий момент, это вот эта вот пайка, она получилась слишком высокая, слишком крупная. Когда здесь был другой провод под этим вот штекером, то использовался провод более тонкий, меньшего сечения, и пайка была не такая высокая. А сейчас она высокая получилась, поэтому нужно будет не скручивать этот провод, а ставить вот таким вот расплющенным, расплющенным и припаять его сюда, то есть чтобы он по высоте занимал меньше места. Ну и, наверное, все-таки я кембрик буду ставить не на экран, а, наверное, все-таки на центральную жилу поставлю кембрик, чтобы он не отбирал место. То есть из-за вот этого вот кембрика получается этот экран и провод, он еще выше, и он раздувает кожух. Так что я, наверное, все-таки поставлю на центральную жилу кембрик. Ну все, поехали все это делать. Выберем сейчас какой-то кембрик, который можно надеть. Сам провод надеваться тоже надевается с трудом, но ничего, зато он будет лучше держаться, если он будет в натяг надеваться. Длинный бой слишком дал. Такого должно хватить. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ждем пока остынет, потому что изоляция стала очень жидкая. И надвигаем этот кембрик. Все, теперь нужно припаять вот этот вот провод. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Как мы его уговорили, его надо расплющить, чтобы он был тоненький. Наверное, это не совсем получится. Сейчас попробую. Потому что он рассыпается, когда они скручены. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Отрезаем лишнее. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Теперь он занимает немножко меньше места. Ладно, теперь навесем клей и сдвинем эту изоляцию. Я использую момент такой вот. Он при высыхании остается эластичным. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Потом все лишнее легко снимется растворителем. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну и давайте попробуем. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Стянуть наш кожух. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Теперь берем немножко растворителя. Смачиваем тряпочку. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Пытаемся помыть от клея. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА что у нас получилось, такой вот штекер, если сюда не смотреть, то он очень даже похож на агрегинамик заводской. Видно, что он здесь немножко неровный, но это бессмертельно. Клей подсохнет и он будет хорошо держать этот кожух, также он будет хорошо держать провод внутри, если сильно потянуть, все что угодно вырвать можно, но там и пайки достаточно качественные, то есть провод должен продержать какое-то время, я уже думаю, точно больше двух недель, как продержал предыдущий. Ну ладно, сейчас можно пока клей не высох, проверить и убедиться, что ноутбук у вас работает, потому что потом, когда клей высохнет, будет уже сложно снять вот этот вот кожух. Давайте это сделаем, сейчас я возьму ноутбук. Так, ну вот он наш блок питания сделанный, пока еще с не высохшим клеем. Вот он ноутбук, ну и давайте убедимся, что все у нас работает. Для этого мы его вставим, сейчас должна загореться эта лампочка. Только я его вставил, она сразу жизнь зазырела. То есть вытащили, потухло, то вроде все работает. Тут чуть подергаем, видим, что все хорошо, сильно пока не дергаете, потому что клей не высох еще, он здесь, убедиться, что провод нигде не перебит. в другом месте, я вижу, что все работает, все хорошо. Ну теперь я естественно оставлю этот компьютер на пару часов работать, не такой, так сказать, прогон, чтобы убедиться, что все хорошо. То есть сам вот этот штекер неродной, может быть он не держит больших токов, но судя по всему он сделал тут довольно солидно, то есть он должен держать нормальные токи его рабочие ноутбука. в любом случае, я его включу, я его погоняю, чтобы убедиться, что все хорошо и только после этого я смогу уже Виталику его отдать. Естественно нужно еще подождать, чтобы клей высох, поэтому не надо сильно тут дергать. Ну все друзья, блок питания починим, в принципе он выглядит как заводской, то есть не видно, что здесь кто-то что-то с ним делал, то есть все хорошо. Ну если вам понравилось это видео, ставьте лайки, если вы не подписаны на канал, обязательно подписывайтесь, потому что здесь еще будет очень много всего интересного. Ну все, всем пока, удачи! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok